Так, здесь входная дверь, холл, а за ним лестница наверх. Это что, Шерлок? План? Нет, это так, ерунда. Может, пойдем куда-нибудь? Я жутко голоден. Интересно. Эй-эй-эй! Посмотрим. Лот 445, строение 27. 27? Это же дом Локриджей. Над этим я и работаю. Между Локриджей и Кэпфеллами возник имущественный спор. Негодяй, ты настроился против Локриджа, потому что считаешь, что Лайонелл украл сыворотку для своей жены? Ты спешишь с выводами, дорогая. Но я редко ошибаюсь. Слава богу, я вышла из игры заблаговременно. Согласись. Именно Локридж должен был похитить эту сыворотку. Обрати внимание, Кэролайн стала гораздо лучше. Обыск дома не даст ответа. У тебя есть предложение? Конечно, дурачок. Что ты делаешь? Я всегда интересуюсь, на что люди тратят свои деньги. Извини, но я думал, что Николас наш клиент. Да. Узнав его получше, мы принесем ему больше пользы. Поэтому ты изучаешь его чековую книжку? Круз, мы детективы, это наш хлеб. Повторяю, Эленор, мы работаем на этого человека, а не против него. Я это знаю. Вопрос закрыт. И книжка, кстати, тоже. Вот так. Диван будет стоять здесь. Посреди комнаты? Да. У меня больше нет сил на эксперименты с перестановкой. Джеффри, кажется, у нас есть все, чего можно пожелать. Все земные радости. И небесные тоже. Что может быть в коробке с надписью «Звезды и Луны»? Что там за Луны со звездами? Это моя детская коллекция морских звезд и лунных камней. Сделай одолжение. Какое? Поцелуй меня. Это всегда пожалуйста. Этот дом такой теплый. В смысле человеческого тепла. Даже большой камень лежит у входной двери. А он-то зачем? Чтобы класть под него ключ. Конечно, не стоит сообщать об этом каждому встречному. И почтальон сможет оставить корреспонденцию в доме, когда тебя нет. Ты говоришь так, будто раньше жил именно в таком доме? Да, когда-то жил. Но не слишком долго. С Элизабет? Да, с Элизабет. С Элизабет. Мэйсон Кэпвелл. Иден, жива. Ты взял меня на работу, потому что у меня богатый опыт, а теперь ты относишься ко мне как к новичку. Если ты хочешь работать со мной, играй по моим правилам. Я должна иметь свободу действий. Выходит, ты не лучше тех, кого презираешь. Повторяю еще раз. Николас нанял нас, чтобы мы разыскали его сыворотку. Все, что не относится к работе, не наше дело. Особенно не стоит соваться в личные бумаги. Я еще не все сказала, Круз. Одной из причин моего успеха было то, что я всегда действую инстинктивно. Я не безмозглый попугай, повторяющий чужие слова. Мы должны знать человека, за которым идем по следу. Должны пожить его жизнь, уловить его повадки и суть. И всегда быть на шаг впереди его. Ну ладно, ладно, сдаюсь. Ты начальник. Будем делать по-твоему. Прошу прощения. Вам пришлось долго ждать? Нет, не очень. Что-то случилось? Да, я просто не представляю, в чем дело. При повторном выделении сыворотки возникли проблемы. Я надеюсь, вы найдете украденные образцы. Пока не выходит. Мистер Локридж отрицает свою причастность к этому делу. И его жена тоже. Придется действовать как-то иначе. А как насчет Джины Кэпфелл? Мне кажется, без нее тут не обошлось. Нет, я же говорил, я сам ее подозревал, но только в начале. А может быть, вы тогда ошиблись? Я не исключаю такой возможности. Действуйте. Проверьте еще раз, Джина. Джина! Пойди сюда и ответь, как на духу. Не гони, гони, дорогой. Ты слишком нетерпелив. Зачем ты надела эти безвкусные очки? И что все это значит? Ответь. Все в порядке. Кто я? Угадай. Давай, давай, отвечай. Уборщица. В занюханном косметическом салоне. Кейт. Нет, нет, я ошибся. Ты постучишься в дом Локриджа и скажешь, что ты Тина Луис, подхватившая тропическую лихорадку на Таити. И, возможно, он жалится на тобой и пожертвует тебе каплю сыворотки. Брось свои глупые шутки, это поможет нам пробраться в дом Локриджа. Я новая ночная сиделка. Кто бы мог подумать? И ты полагаешь, что Лайнел и Кэролайн не раскусят тебя? Я все предусмотрела. Что? А если тебя попросят сделать ей инъекцию, что тогда? Ты ее просто угробишь. А я привлеку тебя за убийство. Не разыгрывай мелодраму. Это просто смешно. Шутки в сторону, Кейт. Слушай внимательно. Мой план должен сработать. Мы оба должны постараться. Почему ты не можешь жить без интриг? Потому что мы станем богаты, когда добудем сыворотку. Конечно, если ты успеешь продать ее до того, как доктор Николас выкинет на рынок улучшенный вариант. Мы с тобой осчастливим человечество. Верно. Благородство – главное свойство твоей натуры. Когда хорошо живешь, хочется жить еще лучше. Мы загоним товар и будем жить припеваючи. Вместе? Кто знает. Нам предстоит путь к богатству, и он начинается в доме Локриджа. За мою очаровательную жену и сыворотку доктора Николаса. Слава богу, она помогла. Да, у тебя хватило мужества принять ее? Я не мог настаивать. Я боялся последствий. Мне нечего было терять. Как ты думаешь, Лайонелл, не следует ли сообщить доктору Николасу, что мы взяли лекарство? Вообще-то ты права. Слушай, Я был просто взбешен, когда он отказался продать лекарство, которое было нужно тебе. У нас могут быть большие неприятности. Да. Но ты испытала его лекарство. Он должен быть тебе благодарен. Знаешь, кому я действительно благодарна? Кому? Судьбе, которая оказалась удивительно благосклонна к нам. За то, что она не была жестока. Я о стольком мечтала. Я так хотела жить. Праздновать дни рождения. Путешествовать. Дарить и получать рождественские подарки. Ах, Лайонелл. Что? Я хочу, чтобы ты показал мне все места, где бывал. А если это стоит уйму денег, ты мне просто расскажешь. Знаешь, чего я хочу больше всего сейчас? Чего же? Провести с тобой медовый месяц. Как тебе мои планы? Одобряю. Но прежде чем мы отправимся в путь, тебе нужно проконсультироваться с врачами. У тебя ведь на сегодня назначена встреча. Я не забыла. Они подтвердят то, что мы и сами прекрасно знаем. Я практически здорова, поэтому у меня отличное настроение. Такое отличное, что я готова сделать то, о чем так долго думала. Ну, что же это? Скажи. Нет. Я лучше продемонстрирую. Продемонстрируешь? Продемонстрируешь. Я была права. Этот дом будет воспоминанием. Келли, дом здесь ни при чем. Он совсем не похож на прежний. Иди сюда. Иди. Послушай меня. В моей душе нет места ни для кого, кроме тебя. Поняла? Надеюсь, я не помешал. Я просто хотел кое-что вам подарить для полного счастья. Какой ты предусмотрительный, Мейсон. Спасибо. Как дела? Хорошо. Даже прекрасно. У вас очень мило. А это что? Что за коробки? Английские штучки? Художественный беспорядок. Мы не хотим ничего раскладывать, пока не расставим мебель. Да, осталось всего лишь ее расставить. Ну что ж. Думаю, с этим поможет отец, когда вернется из деловой поездки. Поосторожнее с ним, иначе он разнесет ваш домик, как волк у трех поросят. Не сможет. У нас все крепко. Дом или отношения? А, черт. Что? Что такое? Я забыл оставить ключи в мотеле, а это значит, что я оставляю за собой номер. Я поеду, отдам их и быстро вернусь. Хорошо. Спасибо за шампанское, Мейсон. Не стоит. Тебе снова звонили? Я не ошиблась? Да. Но на этот раз я записал, чтобы ты могла убедиться. Я знаю, ты сочла меня сумасшедшим, Келли, но вот мое оправдание. На пленке. Я начинаю верить в то, что Эйден жива. Алло, миссис Локридж? Я звоню, чтобы уточнить время визита. В семь часов? Спасибо. Кто там? Круз. Минуточку. Вот так сюрприз. Мне нужно поговорить с тобой, Джина. Можно войти? Я как раз собиралась уходить. Я долго тебя не задержу. Хорошо. Но я тороплюсь. Спасибо. Приятное местечко. Ничего общего с тем мотелем, где ты обитала раньше. Я слышала, ты стал частным детективом? Ты пришел обследовать жилищные условия? Вообще-то я пришел задать тебе несколько вопросов о твоих возросших аппетитах и узнать, до каких пределов они могут дойти. Позволь узнать, кто нанял тебя? Доктор Алекс Николас. Я не ослышалась? Он поручил мне найти вора. Того, кто стянул из лаборатории сыворотку. Надеюсь, Никки не подозревает меня? Нет. Наш доктор слишком хорошо о тебе думает. Но к несчастью или к счастью, я знаю тебя гораздо лучше. Нельзя ли повежливей? Ну что ты, я сама вежливость. Я ничего не брала, Круз. Но ведь он говорил тебе, что близок к грандиозному открытию. А после этого препарат исчез, да? Ну и что? Не вчера же он понял, что он гений. К тому же он выступил на пресс-конференции, когда приехал в город. А сыворотки знали сотни людей, и украсть ее мог любой. Ты предвзято ко мне относишься. Чуть что пропадает, ты обвиняешь меня. Я стала козлом отпущения в Санта-Барбаре. Вот что, Круз. После того, что я переезжала с пленкой, я не собираюсь снова повесить на себя такое бремя. Чем это для меня тогда закончилось? Ненавистью Кэпвелла, в которой отравлена вся моя жизнь. Я даже сидела в тюрьме, Круз. Такое со мной повториться не может и не должно. Разумные слова, Джинны. Тогда ты мне честно ответишь, где ты была в ту ночь, когда пропала сыворотка? Просто не верится. Значит, ты думаешь, что я вру? Я не обязана предоставлять алиби. Я даже не намерена отвечать на такие оскорбительные вопросы. Кроме того, ты не полицейский. Я не знаю, о чем ты думал, врываясь ко мне в дом, обвиняя меня в краже. Нет. Тебе лучше убраться отсюда. Понял? Убирайся. Хочешь бесплатный совет? Тебе пора поумнеть, Джина. Пошел вон костильо. Немедленно. Я уйду. Но если ты меня обманула, тебе не поздоровится. Я не вру. Не нужно мне это чертово зелье. А теперь вон. Это мне нравится. Я даю костилью лицензию, и первое, что он делает, это натравливать на меня свою помощницу. По меньшей мере, это хамство. Разве не так? Итак, вы заявляете, что вам ничего не известно по факту кражи сыворотки? Не только, заявляю, дорогая мисс Норрис. Я просто настаиваю на этом. И сообщил об этом доктору Николасу. Всем хорошо известно, что вы с Джиной Кэппо близкие друзья. Джина? Похитительница? Вы просто не знаете, к чему бы еще прицепиться. Так и передайте своему шефу, что он в корне не прав. А сейчас у меня назначена встреча, извините. Минуточку, мистер Тиммонс. Некоторые высокопоставленные чиновники думают, что они выше закона. У меня такое чувство, что вы принадлежите к их числу. Неужели? Очевидно, вы кое-чего недоучили для игры в закон, милочка. Нельзя выдвигать обвинения без доказательств. Закон для меня не игра, милый. Я детектив. Какие мы умные. Только лучше не связывайтесь со мной. Да? Лучше не связывайтесь со мной. И не стоит называть меня милочкой. Милочка. Милочка. Что ты здесь делаешь? Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Я не мог больше ждать. Если ты хочешь, чтобы я продолжал звонить Мэйсону Кэппеллу, плати вовремя. Иден, жива. Что ты думаешь? Мне кажется, что этот человек просто болен. Мэйсон, тебе только этого не хватало. Внутри меня что-то всколыхнулось и никак не уляжется. А если это правда, Келли? Вдруг Иден похитили и держит где-нибудь? Если бы ее похитили, то давным-давно попросили бы выкуп. Мэйсон, найдены все ее документы. Если бы ты был с нами в Юте, ты не стал бы теперь сомневаться. Мне кажется, кто-то просто намеренно сводит тебя с ума. Вспомни, ты и раньше получал идиотские письма. Может, тебя терроризирует какой-нибудь заключенный? Возможно. Я не понимаю. Ты ведь у нас скептик. Ты всегда все подвергаешь сомнению. Такой реакции я от тебя не ожидала. Да вот поэтому я и не могу отнестись к этим звонкам легко. Может, сообщить об этих звонках Крузу? Нет. Почему? Потому что у меня нет доказательств, кроме звонков, какого-то паранойка и моих догадок. Этого мало. Я должен убедиться, что против меня что-то затевается. Извини, я задержался дольше, чем ожидал. Администратор не мог разобраться со счетами. Идиот. Но мне пора возвращаться в офис. Мэйсон, уже поздно. Лучше иди домой. Нет, у меня еще есть дела. Кстати, пришли документы по твоему делу, Джеффри. Я должен хорошо поразмыслить, как построить защиту, чтобы тебя оправдали. Наверное, нелегко будет пересмотреть решение суда другой страны. Мы не с такими делами справлялись. Знаешь, Мэйсон, я много думал об этом. Может, оставить все как есть. Почему, Джеффри? Если он сможет доказать, что ты невиновен, это же прекрасно. Возобновление дела привлечет всеобщее внимание. Это не облегчит мою жизнь. А если мы проиграем, по крайней мере, сейчас я свободен. Разве? Я хорошо запомнил ту горечь, с которой ты говорил о том, как непросто жить с приговором, вина не доказана. Джеффри, мы должны доказать всему миру и моему отцу, в том числе, что ты не причастен к смерти своей жены. Отец тут ни при чем. Но ты сам подумай, как будет здорово, если приговор будет звучать невиновен. Прости, если я показался неблагодарным. Нет. Пусть Мэйсон попробует помочь тебе. Не сопротивляйся. Хорошо. Будем надеяться, что нам не придется об этом жалеть. Итак, ни Джин и ни Кейт не имеют отношения к краже. Я ставлю на Лайонела. Из-за чудесного исцеления его жены? Он был в отчаянии. Давай потрясем его, наверное, ты прав. Я хотел. Но он может обидеться. Он честный человек. Если он и украл лекарства, я представляю, что он сейчас чувствует. Хотя очень громко возмущался, когда я сказал об этом. Он клялся, что никакого отношения не имеет к этому. Но заметил, что ничуть не сожалел бы о краже. Если он так обидчив, то мы без труда его прижимем, предоставив доказательства. Нет, нет. Угрозы на него не подействуют. А что если мы скажем, что есть свидетель, который видел его выходящим из лаборатории в ту самую ночь? Можно добавить, что доктор Николас намерен выдвинуть обвинение против него и его жены. Тогда он вообще откажется содействовать следствию. Такого, как Лайнелл, в угол не загонишь. Он становится неуправляемым. Круз, только не говори, что будучи полицейским, ты получал награды за душеспасительные беседы с преступниками. Это зависело от преступника, Эленор. Нечего с ним миндальничать. Если он тот, кого мы ищем, пусть возвращает препарат. Именно этого я хочу добиться. Хотя тебе мои методы не по вкусу. У нас действительно разные методы. Да, это очевидно. Мне это нравится. Так даже интереснее, правда? Я думаю, нам пора отправляться к Локриджам. Только пообещай. Если твой метод не сработает, я использую свой. Мы поговорим об этом в случае необходимости. Привет, это дом Локриджей? Прошу прощения за опоздание. Я попала в пробку. Вы кто? Меня зовут Салли. Я ночная сиделка, миссис Локридж. Я что-то не понимаю. Я сама недавно пришла и собиралась остаться на ночь. Невероятно. Это агентство снова отмочило такую штуку. Я скоро на стенку полезу. Надо прибить эту безмозглую девицу. А впрочем, чего расстраиваться? В конце концов, денежки-то мы получим. А вот торчать нам тут обеим ни к чему. Я вот что скажу. У меня такой случай не первый. В последний раз напарница меня отпустила. Поэтому теперь я предлагаю тебе выходной. Чтобы по справедливости сходить в кино или понежься в ванне. Я все объясню в агентстве. Скажу, что это их ошибка. Это очень любезно. Но я лучше дождусь, когда мистер и миссис Локридж вернутся от врача. Это совсем не обязательно. Я им сама все объясню. А кроме того, миссис Локридж на радостях может закатиться в ресторан. И ты понапрасну будешь терять время. Ну давай, бери свою сумку и иди. Только пообещай мне. От души повеселишься. Ну, Лайонелл, где ты спрятал товар? Ситец. Джеффри, на занавеске только ситец. С дивана мы эту ткань снимем. Может сделать из нее подушки. Живописно их разбросать. Будет настоящий богемный стиль. Это единственный способ заставить тебя помолчать. Разве я говорила глупости? Я обожаю слушать твои рассуждения, но я хотел узнать, может ты помнишь, где бокалы для шампанского? А у меня их и не было. У меня тоже. Надо пораскинуть мозгами. Вот, я думаю, так будет гораздо романтичнее. А кофе мы будем пить из хрустальных бокалов. Держи, любимая. Мне нравится. Что, кружки? Нет. Ты сказал, любимая. За наш новый дом. За новый дом. Любимый. Джеффри, я не могу ждать. Мне не терпится развесить картины, расставить вещи. Куда я сунула молоток? Не знаешь? А других планов на сегодняшний вечер у тебя нет? Удивительное ощущение. Я вместе с тобой. В этом доме. Сказка, ставшая реальностью. У меня такое же чувство. Да? Я хочу весь мир разделить с тобой. И отдать тебе свою половину. Что мне мир? Ты мне заменишь его. Ты же должен был ждать тебя. в машине. Мне не терпится. Ты нашла? Нет. Тогда почему ты удираешь? Потому что здесь пусто. На тебя это не похоже. Ты нашла? Нет, не нашла. Разве так выглядит человек, нашедший клад? Давай уносить. Говори мне правду. Фантастика, Лайонелл. Кажется, нам действительно пора устроить медовый месяц. Врачи так обнадежили меня. Обнадежили? Это ты их обнадежила. Этот юнец просто рехнулся, когда увидел такое чудо. Действительно чудо. Лайонелл, не сердись. Я знаю, ты раздражаешься, когда речь идет о сыворотке. Но мне кажется, дело не только в положительном воздействии препарата. Мне кажется, что гораздо сильнее на меня подействовали твоя любовь и вера в мое выздоровление. Ты льстишь моему самолюбию. Бывали времена, когда я чувствовала, что проваливаюсь в бездну. И в эти моменты я видела твое лицо. Слышала твой голос. Ты звал меня остаться. Говорил о любви. Давай отправим сестру домой. Мне больше не требуется ее помощь. Я хочу остаться только с тобой. Отличная мысль. Просто великолепная. Мисс Брэдли. Эй, мисс Брэдли. Мисс... Странно. Привет. Прошу прощения за беспокойство, но нам необходимо поговорить с тобой. Помнишь, как мы прятались с тобой в фургоне? В конюшне, в оранжерее? И я все пыталась расколоть тебя, выведать твои тайны. Мне так хотелось знать, как ты жил до меня. Но ты был тверд, помнишь? И казался мне таким умным. Мне было тогда что скрывать. Ты представить себе не можешь, какой камень свалился с моей души. И все-таки я не все про тебя знаю. А что тебя интересует? Кто была твоя первая девушка? Как вы встретились? Сара Свейн. Свейн? Мне тогда было 7 лет. Я встретил ее на школьном дворе. Продолжай. Начало что надо. Ты ведь хочешь знать про Элизабет. Я угадал? Да. Любое воспоминание, связанное с Элизабет, пронизано болью. Разве ты не любил ее? Нет, но наши счастливые дни потерялись во мраке того, что случилось потом. Нет, несчастный случай здесь ни при чем. Все началось задолго до этого. Я был слишком молод и наивен. И когда я сравниваю прежние чувства с тем, что я испытываю к тебе, я с трудом могу назвать его любовью. Как она выглядела? Она была довольно симпатичная. Иногда смешная, когда хотела такой казаться. Но всегда разная. У нее часто менялось настроение. А потом она пристрастилась к выпивке. Мне и до свадьбы была известна ее склонность, а потом понеслось под уклон. Стремительно понеслось. Она принадлежала к высшему обществу, элите, которая меня в принципе презирала. Ты знаешь, они умеют смотреть как бы сквозь человека. Я с трудом это выдерживал. Слава богу, теперь этого нет. Короче, она стремилась бывать на всех вечеринках, а мне нужно было много играть. Потом пошли скандалы, иногда на людях, в присутствии друзей. Эти скандалы попортили мне много крови позже, во время следствия. Ты даже сейчас напряжен. Я не то, что говорить, я думать не хочу о тех временах. И последний вопрос, Джеффри. Обещаю. Как она выглядела? Ну, я не знаю, как описать. Она не была хорошенькой, скорее, так себе. Ничего общего с тобой. Я говорю тебе правду. Ты вернула мне способность любить. Мне казалось, я никогда не преодолею себя, и все это станет моей вечной проблемой. А когда я встретил тебя, моя жизнь началась снова. Я все сделаю, чтобы ты поверила моим словам. А сейчас обними меня крепко-крепко. Я подойду. Я сейчас. Алло. Келли, это Мэйсон. Что случилось? Мы должны немедленно встретиться. Мы не намерены отвечать на твои вопросы. А я и не собираюсь тебе их задавать. Тогда зачем ты здесь? Я хотел сообщить тебе, с какими проблемами столкнулся доктор Николас в работе над сывороткой. Я подумал, может, ты мог бы помочь ему справиться. Это восстановило бы ваши отношения. Входи. Спасибо. И с каких пор детективы так опекают подозреваемых? Лайонел. С тех пор, как мы получили информацию, которая может повредить вам. Интересно, какую? Мы обеспокоены состоянием здоровья вашей жены, кстати, доктор Николас тоже. Его эксперименты доказали, что в препарате присутствуют весьма вредные вещества. Сначала эффект поразительный. Но вскоре пациенту становится хуже, чем до приема лекарства. Много хуже. Боже. Ну, хватит, хватит. Я думаю, им следует знать. Я не желаю выслуживать этот бред. Прости, она просто врет и говорит это только для того, чтобы заставить тебя сознаться в похищении препарата. Я приношу извинения. Вам обоим лучше убраться из моего дома. Лайонел, прошу тебя выслушай. Доктор Николас теряет драгоценное время, чтобы восстановить образец украденного лекарства. Я могу понять мотивы, побудившие человека прибегнуть к столь неординарному поступку. Но я осознаю и важность изысканий доктора. Мне кажется, он должен иметь возможность продолжить работу, необходимую всем нам. Извини нас. Это все, что я хотел сказать. Хорошо, я все отдам. Спасибо. Где ампула? То, что от нее осталось, в ящике стола. Я достану. Что случилось, Лайонел? Пусто. Сыворотка исчезла. Это принесли из дневной почты в конверте без марки. Адресовано мне. Видишь афишу за ее спиной? Родео с 1 по 3 мая. Ничего не понимаю. Сыворотка была здесь, я видел ее утром. Может, ты перевожил ее куда-нибудь и забыл? Нет, нет, я ее не трогал. Я тоже видела ампулу здесь. Кто еще мог открыть ящик? Я не знаю, только дочь, но ее не было дома. У прислуги сегодня выходной. А, вот еще сестра, да-да. Когда мы уходили, она была здесь. А когда вернулись, то не застали ее. Как ее зовут? Эмисс Брэдли. Нам ее прислали из агентства. Очень приятная женщина. По-моему, вам следует обо всем сообщить в полицию. Я надеялся, Лайон, что помогу тебе избежать неприятностей. Но, похоже, теперь это не удастся. Ты во всем был прав. Его препарат спас мою жену. И несмотря ни на что, повторись, эта ситуация, я опять бы... Опять бы пошел на грабеж. Я все понимаю, Лайон. Только сомневаюсь, что у нынешнего похитителя столь же благородные цели. Им, скорее всего, руководили корыстные интересы. Да, идея была, что надо. Жаль, что все впустую. Что ты делаешь? Хочу снять с себя это барахло. Что ты на меня уставился? Решаю логическую задачу. Что получится, если запустить жену в дом Лайонова? Лично для тебя? Ничего. Может, мы ошиблись? Может, это было и не Лайонова вовсе? Или я не там искала? Ну-ну. Все может быть. Но тогда почему-то так быстро смылась. Я побоялась, что они могут вернуться. Так ведь и случилось. И тем не менее, мы продолжим поиски. Не беспокойся. Это еще зачем? Мне кажется, я нашел решение задачи. Как ты сообразил? Сердце подсказало. А я только хотела тебе рассказать. Да ну. В открытке из Аргентины. Я опять угадал. Нет. Я не такая дура. К тому же мне нужна твоя помощь, чтобы товар дошел до покупателя. Подумай, кто может хорошо заплатить за это? Ну, подумай. Господи, что с тобой делать? Стать моим партнером. 50 на 50. Что? Не смеши меня. У нас все выйдет. Ну как? Ладно, согласен. И где, интересно, ты хочешь найти покупателя? Теперь ты отгадай мою загадку. Кто был готов в лепешку разбиться, только бы заполучить фармацевтическую фирму? Кто не скупился на деньги? Кто обхаживал доктора Николаса с момента его приезда? Ты искусительница. Ты игнорируешь воротил черного рынка. Ты раскинула сети на сиси. Ты же обожаешь, если он в чем-то зависит от тебя. О, это будоражит меня больше, чем секс на раскаленной крыше. А, кстати, чем здесь не крыша, а? Зрителей маловато. Ну, сознайся, что влюблена в меня. Должна признать, что мне приятно быть с мужчиной, который меня так хорошо знает. Не надо ничего подсказывать. Твоя страсть сжигает меня. Знаешь, я нашел способ узаконить сделку. Ты собираешься подкупить правительство? Зачем? Мы просто избавимся от него на законных основаниях. Но ты будешь мне обязана. И не только на крыше. Давай примем душ. Вместе. Должна быть, это подделка. Мэйсон, такие вещи часто случаются. Берут чью-то фотографию и подклеивают знакомое лицо. Я знаю. Ну вот, очевидно, на чью-то фотографию подклеено лицо Иден. Очевидно. Мэйсон, ты же не думаешь, что снимали ее. Я тебе этого не сказал. Келли, у тебя есть фотография Иден? Ну, разумеется, у меня есть не один десяток фотографий Иден. Но что тебе это даст? Что ты будешь делать? Ничего. Я хочу узнать, кто мне звонит. Нам надо идти в полицию, не откладывая. Нет, я не могу идти на такой риск. Если она все же жива, а мы начнем необдуманно действовать, что тогда произойдет? Договорила об этом с Джеффри? Нет. Хорошо. Как раз сейчас я занимаюсь чтением его дела. Вон оно лежит на столе. Посмотри, если хочешь. И что ты думаешь? Мне кажется, дело было скомканно, и он не смог найти себе хорошего адвоката. К нему отнеслись предвзято. Предварительное следствие было поверхностным, свидетельно, неубедительным и вообще не те, которые ему были нужны. Значит, ты подаешь на пересмотр? Нет, пока нет. Но, в принципе, я готов. Хочу еще немного в нем покопаться. А это кто? Ты не знаешь? Бывшая жена Джеффри. Элизабет Конрад. Ты... Ты уверен, Мэйсон? Я думала... Что? Я думала, что она совсем другая. Ошибка исключена. Это она. Дай. Мыло кончилось. Дай-ка мне то полотенце. Пойду принесу новые из кладовки. Послушай, у меня встреча с мэром через 15 минут. А кто мне спинку потрет? Такие девушки, как я, не должны сами мыться. Ну ладно. Мне кажется, здесь полно жучков. Купи клапамор Да нет, я звонила парикмахерше и слышала в трубке пощелкивание А до этого ко мне наведывался к русскостилью Давай проверю телефон Нет, нет, не стоит, к тому же ты опаздываешь на встречу А я замерзла тут стоять Ты сейчас лучше иди, а проверить успеем позже Ладно, надеюсь, это шикарное тело не остынет Я постараюсь отделаться побыстрее Пока Божественный наряд Я только что из душа Догадываюсь Я тут задремал, пока ждал тебя Ты так много работаешь Не стоит говорить о работе Я хочу расслабиться Знаешь, я хотел зайти к тебе в душ и устроить тебе сюрприз Обожаю сюрпризы Как-нибудь обязательно зайди Давай сейчас Сейчас мне не хочется Я только что оттуда Я буду синее сливы Обожаю сливы Мне следует сию секунду уволить тебя Из-за того, что я пыталась расколоть Локриджа? Мне не нравится твой стиль Этот человек вор Он украл препарат Потому что его жена чуть не умерла Я использую методы, которые приносят результат Не говоря об этической стороне дела Ты и с профессиональной стороны потерпела фиаско Однако я продвинулась дальше, чем ты со своими увещеваниями Мои шаги были хоть не спешные, но правильные При этом 99% усилий ушло впустую Ты не любишь людей Интересно, почему? Если бы ты понял, что в этом мире каждый сам за себя У тебя было бы меньше иллюзий Может, я не хочу их лишаться Мне приятно иметь иллюзии С трудом верится, что ты был полицейским Поэтому я и оставил работу Круз У нас действительно разные методы Но, надеюсь, это не помешает нам дальше сотрудничать Мне отвратительно твое сегодняшнее поведение Я это ненавижу Последний раз предупреждаю Либо ты умеришь свой пыл, либо нам придется расстаться Выбирай, больше разговора не будет Увидимся завтра Это ты? Отлично Я готовлю спагетти Только они немного разварились Но, может, ты съешь ее и в таком виде? Все сойдет Что? Что-нибудь случилось? У Мэйсона неприятности? Джеффри, почему ты мне не сказал, что я очень похожа на Элизабет? Совсем нет, с чего ты взяла? Я видела ее фотографию в деле у Мэйсона Ну да, на том снимке она с длинными волосами, как у тебя и Толь Да, с длинными светлыми волосами И носила она их так же, как я, даже лицо похоже Келли, ты обезумела, ты ничуть не похожа на Элизабет Если бы у меня были другие фотографии, то ты бы увидела, что она всюду разная Она часто меняла образ Постоянно красила волосы Келли, давай не будем портить вечер Первый вечер в новом доме Я не вру тебе, Келли Прости Для меня это было сюрпризом Но где твои раскисшие спагетти? Я проголодалась? Сейчас подам Только сначала ты обнимешь меня Если бы это было правдой Если бы она была жива Мессен Кэппелл Ты получил фото своей сестры? Да, получил Она жива? Умрет, если ты об этом проговоришься Ни за что, где она? С ней все в порядке? Вы хотите выкуп? Вы ее украли? Все, что тебе полагается знать, ты узнаешь в свое время Хоть намекните, с чем это связано С Эден Кэппелл Только с ней Но... С Эден Кэппелл